Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ребят, не о чем рассказывать абсолютно сегодня, потому что вчера еще вот вечером я спать ложился, да, все было забито интервью Владимира Путина, значит, ответы на вопросы представителей газеты Financial Times и бла-бла-бла-бла-бла-бла, ничего толком, ничего, какая-то мыня какая-то, вот по-другому никак не скажешь, вот, ну, я себе пометил, ну, а что тут вот, его спрашивают, ну, что-то мечет, мечет икру, фигня какая-то, ну, вот, единственное, тут кусочки выхвачены, да, Владимир Путин, предатели должны быть наказаны, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении Великобритании бывшего полковника групп Сергея Скрипаля в марте прошлого года, я не говорю, что нужно было наказывать именно таким образом, какое имело место в Солсбери, а, ну, значит, наказали, значит, отравили, фуф, он также сказал, что предательство самое большое преступление, которое может быть на земле, ну, в общем, вот это кусочки, вот, отмечаю, что он там еще сказал, Путин ответил на вопрос о преемнике, хи-хи-ха-ха, оказывается, он об этом думает с 2000 года, вот, народ выберет, все, ответ на вопрос называется, но также Путин призвал Гуайдо идти на выборы, как бы знать еще, кто такой Гуайдо, ну, вот, да, а, это Венесуэла, Венесуэла, я вспомнил, что-то у меня тут, что-то знакомо, Мадуро, Гуайдо, вот, ладно, вот тут еще Антон Орех, да, ну, тоже у него вот статья вчера ни о чем, ну, насчет питерской истории с муниципальными выборами, это, говорит, вообще уже, ну, а фонарели, короче говоря, не пускают, в Питере смекалистые чуваки поймали, это он так пишет, какой-то невиданный кураж и показали все свои умения, назначить выборы, но никому об этом не сказать, сделать избирком и без адреса, вырывать из газет листы с информацией о выборах, запирать библиотеки, чтобы туда, ну, это где вот, голосовать, чтобы туда не могли проникнуть активисты, и прочитать таки не рваную, а нормальную газету и раскрыть тайну проведения голосования, поставить у комиссии братков, бить людей, закрывать двери, ну, в общем, это надо сильно постараться, чтобы покладистая Элла Памфилова всерьез говорила об отмене выборов в Петербурге вообще, и это только еще муниципал, а впереди выборы Беглова, ну, это глава, да, Питера, которого по-честному не выберут никогда, но которого любой ценой надо выбрать, да, что-то творится в Питере. Новый премьер-министр Финляндии Анти Ринне собирается принять участие в Дей параде, ну, вот так, ну, вот это нормально. Мир не готов, вот это его слова, но направление движения понятно, вперед к более равному обществу. Ну, хорошо. Производители айфонов и другие крупные компании могут вынудить уйти с российского рынка. Знаете, что придумали? Предустанавливать на их смартфоны российский софт. Не откажетесь, все, до свидания. Китайцы согласились, Huawei, вот это, они согласились. Да, мы все, что угодно установим. Все, что угодно. А Apple, ну, в общем, значит, не будет его на российском рынке. Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148. Это российский, ой, Сарацистях авиалинии. Это было еще бог знает когда. Ой, ну, в общем, там было обледенение. Это было 11 февраля 2018 года. И неправильные датчики работали. И, в общем, крушение. А сегодня еще вот про самолет Ан-24 там в Бурятии. Там, знаете, что? Там у него еще шина лопнула. У него отказал мотор. Один из моторов. Там два винта. И шина лопнула при приземлении. И он никак не мог тормозить. Винтами не мог тормозить, потому что у него один только винт. Развернет к чертям. И шинами тоже не мог тормозить, потому что одна шина лопнула. Тоже бы его развернула, понимаете? И вот он катился, катился и докатился до очистных сооружений. Туда вот носом клюнул. Вот в чем дело. Такие дела. А, вот сервис, про который я вчера говорил, Deep Nude, да? Который раздевает человека на фото. Закрыли. Все. Нам, говорит, это не надо. Через пять дней после официального запуска мы никогда не думали, что оно станет вирусным. Мы потеряем контроль над трафиком. Мы сильно недооценили запрос. Ну, конечно, недооценили. Так, неандритальцы вымерили, потому что не любили общаться с сородичами. Ученые провели анализ ДНК неандритальцев и выяснили, что эта ветвь человечества вела максимально оседлый образ жизни, почти не покидал ареал привычного обитания и редко встречалась с сородичами. В итоге их популяции, разбросанные по нескольким местам обитания, быстро нестончились и умерли. Я тоже вымру. Я терпеть не могу выходить с места. Ну, и вообще общаться тоже мне это не нравится. Вот скоро я вымру, ребята. Калашников показал обновленный электромобиль. О, ВУМ! Ну, да, вот на овуляцию что-то похож. Какой страшный! Господи! И он еще и едет. О, более емкая батарея, система кондиционирования, мама родная. Страшный, как моя жизнь в третьем браке. Вы только на него посмотрите. И это выпускают в 2019 году. Тьфу! Глаза мои не смотрели. Это, знаете, что мне напомнило? Где этот чертов инвалид? Я инвалид, чего орешь? Помните, инвалидская машинка была? Вот такую сделали. В Осоке прошла встреча Путина и Трампа. Ну, вот все у меня. Вчера у меня было, что Путин давал интервью, а сегодня, значит, Путин и Трамп. Причем Трамп еще тут, это самое. Трампа на встрече с Путиным спросили, попросит ли он Россию не вмешиваться в выборы США. Значит, затем не заржавело. Американский президент тут же сказал, не вмешивайтесь в наши выборы. При этом оба улыбались, как хорошие шутки. Ну, это что такое? Ну, два дебилы. Два дебила! Путин и Трамп. Вот это я говорю. Ну, договорились они продолжить диалог по контролю над вооружениями. Ну, и кража в подмосковных Химках привела к задержке поездов. Я думаю, что ж такое украли-то, интересно, а? Думаю, может, семафор украли. Ну, кому нужен семафор? А, тут дальше вот это, знаете, что украли? Полтора километра кабеля. Полтора километра кабеля украли. И вот сейчас поезда, значит, это, идут неправильно. Угрозы безопасности нет, но задержки страшные. Это где-где-где? Между Москвой и Петербургом. Почему силовики наехали на Рольф? Во-первых, пишет Геннадий Гудков, а во-вторых, пишет Сергей Пархоменко. Ну, Рольф, я вам вчера говорил, это знаете, что такое? Это автосалон, это крупнейший российский автодилер с годовой выручкой более 200 миллиардов рублей. Он сам живет за рубежом, он здесь, его менеджеры работают, у него очень хорошая эта фирма, да? Вот лакомый кусок, который плохо лежит. Главный основатель компании, ее владелец, бывший депутат Госдумы Сергей Петров. Он долгое время работал в «Справедливой России». Это вот Гудков пишет, да, ну, сейчас вот он уехал за рубеж к семье, к детям, передав управление своей компанией менеджерами. Ну, и вот он, значит, создал компанию международного уровня, трудоустроил 9 тысяч человек, платит в год 30 миллиардов налогов, ждет от государства благодарности, да он просто негодяй. Мало того, что деньги заработал в нашей стране, так с нами еще не делится. Ну, и вот, в общем, решили приврать к рукам. Это обычный наезд. А Сергей Пархоменко еще проще пишет. Он говорит, все, что вам нужно знать о нем, это то, что он голосовал против закона Димы Яковлева. Против. Там всего семь человек против проголосовал. Вот один из них был Сергей Петров. Ну, и все. Он неугодный, значит, у него бизнес отжимают. И это все. А, и у меня тоже все. Смотрите-ка, где работать в Нью-Йорке, где учить английский, возраст для работы, дешевая связь, новости. Новости от Антона. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. С вами доктор Влад и Антон. А вот и я. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. Ребята, у меня сегодня что-то случилось с картой памяти от моей камеры, да? Я вот сейчас записываю, и я не знаю, потом я смогу эту информацию с этой картой памяти взять, потому что она у меня что-то блокируется, и я не могу ее разблокировать. Ну ладно, короче, поехали. Может, что-то получится. Итак, у нас сегодня с вами одиннадцатый новостной выпуск, который, как всегда, включает в себя парочку новостей из Нью-Йорка, ответы на ваши вопросы и всякую болтовнюшку. Итак, у нас сегодня 25 июня. Этот ролик пойдет у вас уже на завтра. А завтра у вас будет 26 июня 2019 года. Время в Нью-Йорке сейчас 11 часов 53 минуты. Это у нас день. Температура воздуха в Нью-Йорке плюс 24 градуса по Цельсию. Сейчас был очень страшнючий такой ливень у нас, но он уже прошел, быстро-быстро прошел. Я выходил на улицу, как раз записывал вам коротенький ролик, и вроде бы как ничего уже и не бывало. Но на улице у нас немножечко как бы пасмурно, но тепло. Тепло, ребят, у нас очень хорошо. У нас погода очень хорошая. Не жарко нам, не холодно. Курс доллара у нас 62 рубля 83 копейки прямо на сегодня, на сейчас. И бензин на ближайшие заправки стоит у нас 2 доллара 83 цента за галлон. То есть бензин у нас, ну наконец-то у нас бензин подорожал, ребята, вот, по сравнению с предыдущим выпуском, у нас бензин подорожал на 4 цента за галлон. Галлон это почти 4 литра, для тех, кто не знает. Вот. Так, значит, переходим к новостям. Ребята, вот новость у нас такая, значит. Соцсети бросились на помощь собаке с душераздирающего фото, на котором она терпеливо ждет умершего хозяина у больничной койки. Ой, ну вы знаете, это самая вот фотография, да, псина большая такая, да, сидит около койки. На койке нет никого, конечно, койка пустая, но, короче, да. Приют для животных в Нью-Джерси опубликовал фотографию муза, пса, сидящего возле больничной койки своего почившего владельца. Ну, в общем, короче, пошло-поехало, и в результате 22 июня эту собаку забрали. Ну, слава тебе, Господи. Прям что-то фотография такая жуткая. Ой, Господи. Так, ну ладно. 22 июня 2019 года на Кони Айланд состоялся парад русалок в 37-й раз. Этот парад, ну и как все парады, они все ежегодные, в одно и то же время проводятся. Вы знаете, интересный момент, мы когда приехали в Нью-Йорк в 15-м году, мы приехали в апреле месяце, и вот в июне мы попали на этот парад русалок, это у нас был самый первый парад русалок, на который мы попали. И вы знаете, мы были в таком шоке, когда мы были на этом параде, мы ничего подобного не видели, там все раздетые, разодетые, под русалок, под водяных, кто как, короче, музыка, там все. Ну, было так весело и все так прикольно, ровно до того момента, пока мы не начали посещать какие-то другие парады. И вы знаете, я вам скажу, что парад русалок на самом деле, он очень скромненький парадик по сравнению с другими парадами, вот так.